Аллилуйя! Я опять хочу сказать, я очень рад быть с вами. И Божие присутствие здесь у вас есть. Как и должно быть в Божьем доме. Сохраняйте это присутствие. Через святость, которое проповедовал два последних воскресенья пастора. Это очень важно. Это очень важно. Я сегодня, сколько могу, хотел бы поделиться с самым дорогим. Как уже ваш пастор сказал, у меня была трагедия. Я упал с четвъртого этажа. Это было непланирано самоубийство. Потому что бесы, которые действовали через меня, решили, что мне надо закончить. Решиха, че трябва да си приключи живота. Но Господь имел другой план. Обаче Господь имаше другой план. Слава Ему. Слава на Него. И не вглубляясь то, как я прошел через эту долину смерти. И без да се задълбочавам, как преминах через тази долина смерти. Просто хочу коротко напомнить. Просто исках накратко да ви напомня. Потому что немногие из вас может слышали. Защото немногу от вас может да си чули. Я был сломан по звоночникам в больнице. С чупен гръбнак. Два месеца после травми. И два месеца след травмата. Уже вреши сказали, если два часа было позднее операция, боже не смогла помочь. Лекарите ми казаха, че ако бихме закъсняли с два часа, не биха могли да помогнат. И два месеца след това. И я лежу в больница. Лежах в больница. И пришла смерть. И смерть это личность. И появился ад. Тоже личность. Я мог видеть. Мог слышать. Мог смел. Можих да помириш. Это ужасно. И в первый раз в моей жизни я тогда призвал имя Господне. Името на Господ. Господи помилуй. Господи помилуй. Господи помилуй. Господи. И знаете, счастстват я как да уже 30 лет после това. И вече 30 години след тази случка. И знае, че Библия говорит. Знам какво казва Библията. Каждый, кто призове имя Господне. Че всеки, който призове имято на Господне. Ще се спаси. Аллилуйя. Аллилуйя. Я был тот каждый. Я бях този всеки. Я был при смерти. Бях пред смърт. Ад уже открыт предо мной был. Но я призвал имя Господне. Обаче аз призовах името на Господ. И това е името Иисус Христос. И така как Он заплатил за тебя и меня. И тъй като Той платил цена за теб и за мен. И я призвал имя Его. Аз призовах Неговото име. И спасението ми започна. И оно продължается, братие. И то продължава и до днес. Я не буду перечислят сколка болезни у меня было. Няма да предбровяем колко болести съм имал. Но я хочу сега поделиться самым лучшим лекарством. Обаче искам да споделя с вас най-доброто лекарство. Которое Бог открива мне. Което Бог ми отвори. Это Слово Божие. Това е Божието Слово. Это Слово Божие. Из Евангелии Марка. Пятая глава. С 24 стиха. Давайте я прочитаю на русском. Я не знаю там перевод. Можно там? Да. Хорошо. Прекрасно. Марка 5.24 Марка 5.24 Иисус пошел с ними. Там была история толпы. За ним следовало множество народа. И теснили его. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет. Много перетерпела многих врачей. Една жена, която страдала от кровотечения, кровоизлив, страдала с години от това нещо. И много лекари се опитывали да я ликуват. Истащила все, что было у нее. И не получила никакой пользы. Но пришла еще в худшее состояние. Иисус, услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его. Ибо говорила, если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею. И тут же иссяк у нее источник крови. И она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то время Иисус почувствовал сам себе, что выслышь из него сила. Обратился в народе и сказал, кто прикоснулся к моей одежде. Ученики сказали ему, ты видишь, что народ теснит тебя и говоришь, кто прикоснулся ко мне. Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с ней произошло, подошла. Пала перед ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей, дочерь, твоя вера спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни. Аллилуйя. Значит, женщина болела кровотечением в 12 лет. Она болела кровотечением. А вообще, сколько болезней есть в жизни? И сколько болезней изобствует в нашем животе? Много. Но, братья и старайтесь, скажу, это не важно, какая болезнь может быть. Смотрите, самое главное, и мы можем поучиться от этой женщины, Най-важно то е, че можем да се учим от тази жена. Как получить сегодня изцеление, в котором мы нуждаемся. В което се нуждаем. Все равно, или ты здесь в этом зале. Няма значение, дали си в тази зала. Или ты будешь смотреть через интернет. Или гледаш через интернет. Бог е вездесущ. И смотрите, очень интересный деталь. Толпа его толпила Иисуса со всех сторон. Многие касались к Нему. Толпата е била за обиколено. Но это прикосновение. Это прикосновение не знаю. Там не написано, чтобы что-нибудь дало. Но эта женщина, Она прикоснулась каким-то особенным образом. Иисус сказал, что вера твоя дочь. Вера твоя дочь. Исцелила тебя. Аллилуйя. И то слово, которое Он сказал в оригинале. Это соза. Это значит, вера твоя спасла тебя. Значит, че твоя вера тебя спасла. Вера твоя освободила тебя. Твоя вера тебя освобождала. Вера твоя исцелила тебя. И твоя вера тебя исцелила. Вот такую веру мы нужны. И это такая вера. Аминь. Трябва да имаме. Аллилуйя. Я просто хочу поднять несколько моментов. И потом тоже. Подигна няколко вопросов. Через это писание. Через това писание. Очень важные моменты. Много важные моменты. Этой веры. На тази вера. И мы читаем Марка 5.27. И читаем Марка 5.27. Что эта женщина услышала об Иисусе. Че тази жена я чула за Иисус. Но можете представить, что она услышала. Можете ли вы представить, как его я чула? Хромые ходят. Тази, которые не могут доходить. Слепые видят. Слепые видят. Слышат, которые не могли слышать. Глухие чуват. Разные болезни исцелены. И различные болезни исцелены. А она это слышала. И тя я чула за това. И Писание говорит в Римляне 10.17. И Римляне 10.17 пишет. Что вера от слышания. Братья и сестры, что ты слышишь? Того, кого ты слушаешь? Кого ты слушаешь? Кого ты слушаешь? Слушаешь ли ты вот эти исповедания веры? Слушаешь ли ты то, что Иисус делал в жизни других? Если ты слышишь это. Это порождает веру. Потому что вера от слышания. Читай Слово Бога. Оно живо. Оно прекрасно. Оно дает жизнь. Оно дает исцеление. Смотрите, она услышала Бисуса. И это Римляне 10.17 вера от слышания. Вот если ты хочешь, если хочешь, чтобы твоя вера росла, слушай Слово Бога. Читай это. Приходи в церковь, слушай проповеди. Слушай онлайн. У вас там богаты есть проповеди. Проповеди все. Открывайте. Отваряйте се. Слушайте. Созидайте в этом. Ибо вера от слышания. Защото вера идва от слушания, от чувания. И вот здесь я хочу поделиться очень дорогим местом из Писания, которое еще больше открыло мне. И тук искам да споделя с вас едно скъпо за мен место от Писания. Путь исцелению. Което ми утвори път към исцеление. Вот именно этот путь. Точно този путь. Самое сильное. Найсилните. Лекарства. Лекарства. Которое исцелило мен. Это притча 4.23. Притча 4.23. Начнем с 20 стиха. Сейчас започнем о 20 стих. Притча 4.20. Там написано так. Сын мой, слова моим не май, и кричам моим преклони ухо твое. Да не отходят они от глаз твоих, и храни их внутри сердца твоего, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравия для всего тела. И больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Мой сын, это значит мой дочь. Мой дочь. Мой ребенок. Мое дитя. Мой сын, значит, мой дитя. И Господь говорит, моим словам внимай. Иисус сказал, да внимавашь, не думайте. Приклони ухо. Да се вслушашь. Вот когда ты так преклоняешь ухо, ты очень хочешь услышать. Много добрее искажешь, да чуешь. Вот смотри, как ты хочешь услышать то, что Господь говорит. И внимавайте, как искате да чуете твое, което раздвое. Пусть не отходят от глаз твоих. Пусть это не отходят от глаз твоих. Читай Слово Бога. Да читееш Словото на Господ. Сосредоточься на Иисусе. Да се концентрираш върху Иисус. Не на этой тьме, которая вокруг. Не върху тьмината, которая вокруг. Не на различные лжи. Не на различные лжи. На истине. Обаче върху истината. Върху Иисус. На Слове Бога. Върху Словото на Бога. И храни их внутри сердца твоего. И да пазиш в сърцето си. Знаете, вот очень интересный детайл. И много интересен детайл. Я просто недавно услышал эти даже научные исследования. Аз наскоро чух даже за научные исследования. Что сердце. Че сердцето. Оно имеет свой ум. Има свой ум. И оно имеет свою память. И има память. И держит хорошие и плохие вещи. И пази добрите и лоши неща. Извиняюсь за пример. Например, ты когда-то очень коснулся ножом к своему пальцу. И например, когато докосваш с нож своя пръст. И это было больно. И това боли. Твое сердце запомнило. Твоето сердце го запомнило. Следующий раз она очень осторожно будет тебе. И следващия път ще внимава. И очень тихо говорите. И тихо ще ти казва. Будь осторожен. Что-то было очень прекрасное. Господь коснулся к тебе. И Господь и докосва. Это сохраняет сердце твое. И тоже вот она имеет вот эту память. И има тази память. Целлюлярный мемори. Это как клеточная память. Клеточная память. И это целлюлярное. И оно катится по твоему всему телу. И тази память наклеточна у него се разносит во тялото тело. Что жизнь тела в крови. И Писанието казва, че живота е в тялото и в кръвта. И сегодня мы будем иметь причастие к Христову. И кровь Иисуса. И кровь на Иисус Христос. И мы веро это будем принимать. И нищие приемли. Понимаете? И Писание говорит, мы имем разум Христа. И Писанието казва, да имаме разум на Христос. И вот это через кровь Христов разум течет по всем нашим венам. По всем капиллярам. И это уже наука го находит. И тоже уже насчет сердца. Потому что очень много Иисус говорит о сердце. Но как-то закон мы запоминаем разумом. Но Бог говорит, я дам тебе новое сердце. И запишу закон на сердце твоем. И ще запиша закона на сердце. Там в глубине. Там в дълбочината. Аллилуйя. Аллилуйя. Так. Вот что я хотел сказать. Вот это слово Бога. Иисус говорит вот здесь. Храни. Допазишь. Внутри. Сердце твоего. В сердце туси. Иными словами. Что ты слышишь. Твакой тут слушаешь. Что ты читаешь. Твакой тут читаешь. Что ты смотришь. Твакой тут гледаешь. Идет в твое сердце. Влизав в сердце тути. Будь осторожен, братец. Траведа внимаваш. Вот двадцать третий стих говорит. И двадцать третий стих казва. Больше всего хранимого. Храни сердце твою. Потому что из него источники жизни. Вот что ты слышишь. Что ты видишь. Това, кое ты слушаешь. Това, кое ты чувствуешь. Вот той входит в сердце. Трябва да сте мудри. Держи слово Бога. Держи истину. Да вървиш. Не принимай вложи. Влизав до словото на Господа. До истината. Не принимай негатива. Да не приемаш никакой вложи. Не принимай грех. Не треба да приемаш. И потом двадцать второй стих говорит. Двадцать второй стих казва. Потому что они, это слово Бога. Твое слово-то на Господа. Жизнь для того, кто нашел. И здравие для всего тела его. Потому что они, это слово Бога. Это жизнь для того, кто нашел. Слово-то на Господь е живот за тия, които го намират. И здравие для всего тела. И здравие за целото тело. Смотри, тут написано здравие для тела. И тук се казва здравие за тело. Не только для души. Не и само за душата. Или духа. Или духа. И тела. Обаче и за тело. Значит, слово Бога сильное исцелит тела. Аллилуйя. Аминь. Вы слышите, брать? Аллилуйя. И вот это в оригинале здравие, если есть переведено на русском. На русском переведено слово Бога, это здравие для тела. Здравие. На русский язык все переведено число, что на Господь е здравие. Здравие. Но в оригинале. В оригинале. Ну, еврейский язык имеет многообразные значения. Еврейский язык има много значения в една дума. И вот три очень важных значения. И три много важных значения. Тук в оригинале. Слово Бога. Че словото на Господ. Это освобождение. Это освобождение. Слово Бога. Словото на Господ. Это лекарство. Это лекарство. Слово Бога. И словото на Господ. Это здоровие. Вот тут перевезли здравие. И тук виждаме здравие. Но иногда мы знаете, когда врачи ничего не могут делать. Обаче понякога какого-то лекарите нищо не могут да направят. За болезни е дух. Но в имя Иисуса мы имеем силу выгнать дух. И Слово Бога И Слово на Господь И как лекарство. Ну скажу на простом моменте. Вы начинаете лечение. Идете к врачу. Врач выписывает вам лекарство. Одно или другое. Вы начинаете принимать. Ну скажем, первый раз вы приняли там одну таблетку. И за първ път използвате това хапче. Получавате исцеление или нет? Нет. Надо весь цикл пройти. Вот как приписал врач. Весь цикл нужен. Аминь. Так вот смотрите. Когда вы принимаете Слово Бога. И за това, когато приемате Словото на Господь. Через вяра. И изповедание. Это как една таблета. Принимайте второе. Принимайте второе. Принимайте третье. Принимайте весь цикл. Которое му нуждается. Я скажу, братья и сестра. Принимайте это. До сколько получите полно исцеление. Халилуи. Бог исцеляет. Он освобождает. Есть дары исцеления. Има дарове на исцеление. Даже есть дар веры. Дар на чудотворение. И разными моментами. Через возложение рук. Через возложение рук. Халилуи. Мы верим, сегодня Бог будет исцелять. Через возложение рук. Господь ще исцелява чрез возлагание на ръце. Но вот это лекарство. Обаче това лекарство. Слово Бога. Словото на Господь. У тебя над рукой все время. Имате на ръцете си. Ты можешь пользоваться. И ти можешь да го ползваш. Этим лекарством. Това лекарство. Каждый день. Всеки ден. Вот я вспоминаю моего отца. И аз си вспомням бащами. Он прожил 96 лет. Той живеше 96 години. Но где-то 15 лет до его кончини. Обаче някъде 15 години преди да си почини. Он заболел раком. Той се разболял от рак. И вот я тоже ему говорю. Но отец. И аз ему казвам тати. Но ты вот заболел. Ти си се разболял. Ты идешь к врачу. И отиваш на лекар. Он пишет тебе рецепт. И той ти изписва рецепта. Там трудно вычитать это. Сложно е да прочитеш. Ты идешь в аптеку. Отиваш до аптека. Они каким-то образом могут прочитать. Они тебе дают какие-то лекарства. И тебе дават някакие лекарства. Вот и начинаешь пить. Одну таблетку. Но еще не выдал. Но если будешь продолжать пить. Он говорит да. Я не знаю сколько он принимал это небесное лекарство. Но через некоторое время врачи сказали. И все. Болезнь шла. Халилуя. И Господь касался многих людей через Слово Свое. Господь докосал много хора через Слово. Но это было в моей жизни. Дальше читаю из этого, что было с этой женщиной. Это Марка 5. Значит, Марка 5, 28. 5, 28 стих. И там написано, чтобы... И она говорила. Вот если только прикоснусь к одежде. Она говорила. Я исцелюсь. Я прикоснусь к одежде Иисусу. Я исцелюсь. Понимаете? Она говорила это. И вот смотрите, что Бог говорит Иисусу Навину. И как говорила Бог на Иисус Навину. Книга Иисуса Навина. Первая глава. И восьмой стих. Бог говорит это ему. Бог говорит тебе сегодня. Бог указала и днешно. И вовсе обетование. В целото обетование. Ва Христе Иисусе. В Иисус Христос. И дай аминь. Халилуя. Так Иисус Навин один восьм. Иисус Навин. Первая глава. Восьмой стих. Да не отходит сия книга закона от уст твоих. Но поучайся в ней день и ночь. Дабы в тот начале исполнять все, на что написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих. И будешь поступать благоразумно. Аллилуйя. Вот это должно быть в устах. Вот понимаете, когда вы читаете Библию. И никого нет. Попробуйте это вслух читать. Упитайтесь и читайте на глаз. Чтобы это ты слышал Слово Бога. Чтобы этот весь круг прошел. Говоришь своими устами. Через твои уши. Входит в твое сердце. Питаешь этим Словом. И это чтение превосходится потом в молитву. И это Слово назидает твое сердце. И это жизнь для тебя. И это освобождение тебе. Это лекарство тебе. И это здоровье всему телу твоему. Принимайте братья. Иисус заплатил цену. Это тебе дар. Господень. Принимай это лекарство. Аминь. Вот она говорила. И тя казва. Эта женщина. Я прикоснусь. Аз ще докосна. К его дежде. Я исцелюсь. И ще уздравея. А у тебя есть Слово Бога сегодня. Иисус сказал. Иисус казва. Что Писание не может быть. Ну как бы разбито. Что Писание не может быть разделено. Разбито. Каждое что написано в Законе. И всякое нечто, което пишет в Законе. Все исполнится. Всичко ще се исполни. Аллилуйя. Это Слово Бога. Оно сильнее. Оно истинно. И Иисус старший священник нашего исповедания. Это Еврит 3.1. И мы исповедаем. Иисус. Ты заплатил. Ранами Твоими мы исцелились. Кровью Твоею. А мы-то наши грехи. Ты взял наше проклятие. А благословение Абрамова. Через веру мне принадлежит сегодня. И конечно это исцеление. И эти благословения. Которым ты благословил Его. Через Иисуса принадлежит мне. Исповедай это. Это Слово Бога. Это жизнь тебе и мне. Это исцеление. Это лекарство. Еще вот один момент. Это женщина. Это Марка 5.31. Марка 5.31. И она прорвалась по столбу. И тебя примина через хора. Это женщина. Понимаете? Та же жена. Она кровотечением лечила. Тя сразу же от кровотечения. Я не знаю могла ли она вообще прикасаться к людям. Не знаю ли бы была способна до докос выхода. Но у нее вера была. Сильная. Много сил на веру. Она прорвалась. Тя просто все промыкну. Иисус вот говорит один пример. Например. От Луки 18.1. Сказал также им притчу о том, Иисус. Что должно всегда молиться и не унывать. Я хочу спросить, брат. Сколько раз ты молился за свое исцеление? Сколько раз ты молился за нужду? Иисус говорит. И Иисус сказал. Должно всегда молиться. И не унывать. Брат, когда ты молишься Иисусу. Куда ты молишь на Иисусу. Тебе некогда слушать, что там происходит в этой тьме. Да слушаешь, какого-то случая в том не надо. Когда ты молишься Иисусу. Он слышит, приближается к тебе. Когда ты исповедуешь Его Слово. Это лекарство твоему телу. Тебе лекарство за твое тело. Халилуя. И вот Иисус говорит. Должно всегда молиться и не унывать. Иисус сказал, что треба винаги да си молим, да не унывать. Халилуя. Аминь. И в конечном итоге. И в крайна сметка. Марка 5.27. Женщина прикоснула с Иисусом. Жената докосла Иисус. Халилуя. Евреям 11.6. Знаете, что говорит? Евреям 11.6. Какво казва? Без веры. Угадить Богу невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздают. Халилуя. Мы все верим, что Бог есть. Ние всички верим, че Бог Го има. Но тут говорит вторая половина, что ищущим Его воздают. Обаче вторая половина казва, че вознаграждават тези, които Го търсят. Опять, если в оригинале тут еще можно выделить такое. А если погледнем оригинала, можем да видим существо. Усердно ищущим. Усердно ищущим. Усердно ищущим. Он воздает. Вот эта женщина была усердно ищущая. И та же их жена усердно ищущая. Она прикоснулась верою. Она прошла через толпу. Ее никто не остановился. Брат, а кто тебя может остановить, чтобы ты пришел в воскресенье на церковь? В какие моменты, я не знаю. Вот эта женщина ничто не остановила. Когда ты живешь в церковь, ты идешь встретиться с Иисусом. Ибо Он здесь. Где два и три Он, Иисус. Говорит, я там. И Он здесь сегодня. И ты сегодня можешь прикоснуться к Ему верою, как эта женщина. И у тебя есть Слово Бога. Это прекрасное лекарство, которое ты можешь принимать каждый день. Ну вот, возвращаюсь сейчас после этого примера к моей жизни. Многие за меня молились. Слава Богу. Благодарение. Мы нуждаемся в поддержании друг друга. И это, конечно, помощь каждому. Прости, чтобы молили за тебя. Да молим другите, да се молят за тебя. Пастор, старшие. Братья и сестры. Если ты болеешь, позови. Ако си се разбудал, извикай. Они будут помазать или им. И те, что ты помажут селением. И молитва вера исцелит. Через молитва на вера, ще те исцелят. Первое, куда ты обращайся. К Иисусу. Потому что Он врач. Который выше всех врачей. Аллилуйя. Он наш целитель. И как исход 15.26 говорит. Я Бог, целитель твой. И точнее в оригинале. Это значит Бог исцеляющий. Аллилуйя. Это Иисус. Он заплатил. Он живой. Приди к Нему. И Он будет тебя исцелять. Но вот смотрите. Это место Писания, которое сердце, я сказал бы для меня, во всем Писании. Самое важное место Писания. Потому что что Иисус делал на кресте. Это наше спасение. Это наше освобождение. Это наше исцеление. Это мир. Этот обмен Господень. Вот это Исаия 53. Из 4 стиха. И Он взял на Себя наши немощи. И понес наши болезни. А мы думали, что Он прокажаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен за грехи наши. Мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на Нем. И ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы. Совратились каждый на свою дорогу. И Господь возложил на Него грехи всех нас. Аллилуйя. Это Слово Бога тебе и мне. Это Слово Бога Церкви. Это Слово каждому, кто верит в Иисус. И когда ты принимаешь лично, и ты можешь считать Слово Бога лично принимаемое. Тут написано, Он взял на Себя наши болезни. А ты читаешь и говоришь, Он взял на Себя мои болезни. Аллилуйя. Понес мои болезни. Он изъязвлен за грехи мои. Мучим за беззакония мои. Наказание мира моего было на Нем. И ранами Его я исцелился. Аллилуйя. Принимай это лично. Господь личност. И Он лично знает тебя по имени. И Он лично заплатил за тебя. И принимай это лично. И исповедвай это. Ибо Он священник нашего исповедания. Старший священник. Он это сделал. И Той го и направил. И это принадлежи тебе. Дай, чтобы Слово Божие перетворило Твое здоровье. Да промени Твоето здраве. Бог Своим Словом сотворил небеса и землю. Бог Своим Словом сотвори Твоето здоровье. Твоя свобода. Принимай это. Это самое лучшее лекарство. Това е най-доброто лекарство. Я не знаю, брат и сестры, как говорит, но это И именно это Настолько было глубоко в моем сердце. И я где-то 20 лет уже тому назад В Дублин А я помню, накупился овощи. И я Иду с этими овощами По дороге И слышу Исцелен 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 Отсюда И понимаете? Вот это слово я понял Оно стало плотью. Я пришел домой и кричу Лена Я исцелен А я принимал очень много лекарств Такие лекарства, которые люди не освобождаются от них. Я говорю, исцелен И Лена вспомнила Много раз я старался Ну, как бы бросить это лекарство И я много пыти вспомнила Че се опитвах да Прикръсна тези лекарства Обаче беше много слож И потом она так смотрит на меня И тя ме погрежда и казва Може лучше принимай лекарства По-добре приемай лекарства И я опять принимаю лекарства И аз отново започвам Но в этот раз Обаче този път Я говорю, я исцелен Аз казвам, аз съм исцелен И тя казва, добре Когато лекаря Не надо лекарства Че не трябва да ги пиеш Тогава ще ги спреш И я скажу вот И случилось чудо И се случи чудо Мой врач ушел Мой лекар си за мина Дойде друг лекар И ми выписали Такие вот лекарства И ми изписаха Такива лекарства Когато се върнула Мой врач Когато се върна Мой лекар Как тя казва Как те себе чувстваш Как се чувстваш Но ничего Вот и той Остальное Но нормальна И ти вот эти лекарства Используеш И тя пита Тези лекарства ли Использваш Но защо Истина И тя казва Значи си исцелен Выписала меня Но домашния врачи Загинавай си Это слово Стало плотью Стана плот Оно стало живым Стана живо А оно заговорило во мне То проговорие в мен Вот именно таким образом Родился псалом Исцелен Аллилуйя Аллилуйя Аминь Я И вы как не устали еще? Измуренилисты Я вот хочу позвать мою жену Она тоже вот Посвидетельствует И тяжче засвидетельствует Ест много свидетельств Слава Господа Я хочу засвидетельствовать Что я очень сильно болела Бих искал засвидетельствам Че много бол на бях Я была ребенком Бях детей И получилось так Что я сбежала из дома И стана така Че избегах от къщи И наверное я Простудилась И может би настинах Я спала в подъездах Я спях по входове Это было довольно таки тяжелое детство Беше много тежко детство Я была бездомным ребенком в Москве Бях бездомно дете в Москве И очень много болезни И врачи сказали Я так услышала Что больше трех лет она не проживет И мне действительно было плохо И наистина И наистина ми беше лошо Но я встретила свою любовь Обаче се срещнах любовта Своего мужа Мъжа ми Слава Господа Слава на Господа И ситуация была такая Что я была уже беременна И ситуацията беше такова Че бях беременна Но мне было плохо И когда мне было Пять месяцев беременности И когда бях на петия месяц Меня увезла Скорая помощь в Москве И в родильный дом И мне сказали Что завтра ребенка Будут вынимать И ми казаха Че ще ми отнемат детето Я хотела заработать Но как эти декретные деньги В Москве Моя работа была в Москве Исках да искарам Някакви декретни пари Мой муж был в Литве И в то время В родильный дом Никого не впускали Это был Советский Союз Там была охрана Я не знаю Что они там охраняли Но я смогла позвонить В Литву И мой муж сразу побежал В аэропорт И очень быстро Он прилетел в Москву И я что-то хотела Там сказать Но в то время Людей не слушали Была запланирована Вынуть ребенка И мы его мужа Туда не впускали И он ходил Вокруг Громадного здания Но слава Богу Я была на втором этаже И это было чудо Мой муж нашел Лестницу Там было Наверное Десятиэтажный дом Откуда там лестница И он представил Как ну Лестницу Докарил до прозорицами И я вылезла из окна И мы бежали И в белых халатах Люди бежали за нами Халат И я беременна Я сбег Бременно Слава Богу Попалась такси И слава на Господу Хванахме такси Это просто чудо Что лестница Такая лестница В Москве Где многоэтажные здания Это было чудо Такси Это тоже было чудо Такси было не поймать Но я тут как раз Проезжала И мы влетели в него И прилетели В Литву Слава Господу Слава Господу Потом Я стала ждать Второго ребенка Прошло 9 лет После 9 лет Я уже приняла Иисуса Я была молодой христианкой И я опять забеременела Врач мне сказала У тебя уже есть один ребенок Зачем тебе рисковать Я говорю Господь Иисус И я говорила о Боге И она говорит Все, все И мы стали молиться И я стала изучать Писание И я поняла Что я должна простить Если я не прощаю Я не прощала за свое детство Я не прощала за свои болезни Я не прощала всем И у меня была горечь в сердце И я поняла Что я не могу получить исцеление Бог не будет исцелять меня Я должна убрать эту горечь Да умея сердцето си Да го причистя Я должна стать тем новым творением Вы знаете Я получила такое откровение Я получил одно откровение Самолет Через один самолет Когда он на земле Когато и на земля Может быть дождь Может да вали И пасмурно Может да е лошо времето Но когда он поднимается Обаче когато се издига Там солнце Там има слынце Там невозможно быть пасмурно Там няма как да е лошо времето Пасмурно внизу Лошо времето отдолу Мы должны поднять руки в молитве Ние трябва да се издигнем Ръцете в молитва Подняться к Исусу Да се издигнем до Исус У нас не должно быть горечи Не трябва да имаме тага Мы должны стать новым творением Трябва да станем ново творение В Библии говорится Каким хочет Господь нас видеть И когда мы станем такими И мы будем в молитве И се исправим в молитва И мы поднимемся И што се издигнем И там нет болезни И там няма болести Аллилюя И я получила исцеление И я этого не знала Я не верила Я не верила И я не думала Я молила Господа Чтобы не ухудшалось Чтобы мне не ухудшалось Это была моя молитва Это была моя молитва Когда я сдала анализы Врач спросила Чьи анализы ты принесла Я подумала Наверное надо дать что-то Кто делает анализы Они Без денег не делают И я давала что-то И они все равно были хорошими анализы И так три раза И только тогда до меня дошло И тогава сам уразбрах Что Господь не сделал то Чтобы не ухудшалось Че Господь не е направил Да мне станет по-лошно Той просто ме изцелил И для меня это было чудо И за мен това беше чудо Аллилюя Аллилюя Господь будет делать то Что ты даже не просишь За което даже не молишь Когда ты будешь с Ним Когато ти си с Него И после этого у нас родились еще четверо дитей Всего пятеро Господь делает чудеса И Господь не смотрит на личность И Господь не гледа личността То есть каждый человек Кто омоется Кто станет новым творением Кто станет новым творением И ще вземе Библия Поднимет свои руки в молитве И станет наколение Который будет молиться И който ще се моли Это все он сделает для каждого Господь ще направи това за всеки един от вас Аллилюя Слава Господу Слава Господу Слава Господу